Медицинская помощь должна оказываться жителям региона, невзирая на коронавирус. Текущую ПИД-обстановку в Ненецком автономном округе и вопросы оказания плановой медицинской помощи населению обсудили на еженедельном оперативном совещании главы региона. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 96 случаев заболевания COVID-19, из них 18 дети. В целом на лечении находится 885 жителей округа. В стационарное лечение получают 54 человека, остальные лечатся амбулаторно. Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на еженедельном оперативном совещании губернатора Ненецкого округа с руководителями органов власти в режиме ВКС. В центре внимания вопросы оказания медицинской помощи населям. В городе, поселке Искателей, Красном есть возможность оказать эту помощь и оперативно, и есть специалисты. Что у нас с селами, что у нас с сельскими населенными пунктами? Ну, тревога не случайная, потому что омикрон, этот вирус, коварный. Он сейчас зашел и в сельские населенные пункты. Как там оказывается сейчас медицинская помощь? Как отметила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в населенных пунктах округа. Но все поселения обеспечены медицинскими кадрами, которые оказывают необходимую помощь населению. Единственное, под вопросом у нас стоит нижняя пёша, потому что у них заболел и врач, и фельдшер. Сейчас переводим медицинскую сестру, которая у них имеет образование по специализации лечебное дело. Она пока закроет сформировавшийся, так скажем, дефицит кадровый. И будем направлять нижнюю пёшу специалистов. В начале этого года на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом было принято решение, что при симптомах простуды или подозрении на ковид можно открыть больничный лист на 7 дней после дистанционной консультации с врачом, без визита в поликлинику. Через 7 дней при отсутствии симптомов ОРВИ или ковида можно также дистанционно закрыть больничный, если состояние улучшилось и нет никаких последствий. Тогда почему жители жалуются на то, что довольно сложно закрыть больничные удалённо? С чем это связано? Как пояснила Елена Левина, на прошлой неделе произошёл сбой в работе системы здравоохранения, связанный с человеческим фактором. Накладка была связана с тем, чтобы большой объём больничных листов закрывался на той неделе. Это были больничные и по карантину, и по заболеваемости. Доктора просто не успевали своевременно это делать. Уже на этой неделе, по словам руководителя департамента, дистанционные больничные листы будут закрываться в штатном режиме. В связи с резким подъёмом заболеваемости штаммом омикрон в январе, в регионе временно было приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Но ковид не отменяет другие серьёзные заболевания. Мы с ковидом боремся уже два года. И при этом люди болеют не только ковидом, но и другими заболеваниями. И не только взрослые, но и дети. Я просил на прошлой планёрке обратить вас внимание на оказание плановой помощи. Оказание плановой медицинской помощи населению возобновлено в медучреждениях с 9 февраля. Особое внимание у нас уделено детскому населению, пациентам с кардиологической патологией, онкологическим пациентом. Для них приёмы организованы и ведутся. В центре внимания губернатора вопросы оказания медицинской помощи детям. Что у нас с узкими специалистами сейчас? Мы, знаю, прошли проверку по линии педиатрического звена. Какие были замечания? Что необходимо нам сейчас, чтобы мы могли нормально обслуживать наше детское население? В течение трёх дней на прошлой неделе педиатрическую службу региона проверяли специалисты из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России. Они у нас посмотрели кадровую обеспеченность, лекарственное обеспечение и в целом, как оказывается медицинская помощь детскому населению, как в амболторном, так и в стационарном сегменте. Замечание было высказано по тому, что у нас не хватает детских специалистов, которые профилированы по детству. В частности, было замечание, что у нас нет выгнанного специалиста по офтальмологии. Как сообщила руководитель департамента, уже подобрана кандидатура детского врача-офтальмолога, который приедет в Наринмар на работу в детскую поликлинику. Но пока точная дата его приезда в округ неизвестна. Профильное ведомство держит ситуацию на контроле. Глава региона в заключении отметил, что медицинская помощь должна оказываться жителям округа, невзирая на коронавирус. Продолжение следует...